Георг, я вижу перед собой какой-то монументальный аппарат. Это что-то более серьезное, чем мы с тобой рассматривали в предыдущих двух видео. Он больше, выглядит дороже и как-то все массивнее, солиднее. Что это за аппарат? Ну вот это и есть топовый аппарат GVC. Топовая линейка. У каждой компании были проигрыватели, когда выпускали, были начальный уровень, кусочек пластмассы с легким диском, были средний уровень, были чуть выше среднего, были топовый. Этот аппарат топовый. В чем его особенность? Сейчас ты перестанешь бояться винила. Обещаю. Я когда смотрю на этот большой аппарат с толстым диском, я боюсь его уже еще больше. Во-первых, он монументальный, действительно. Там он на таком серьезном шасси собран. Бывает несколько отделок, бывает в дереве, бывает в такой черный. Давай-ка снимем крышку. Крышка снимается. Давай возьми что-то. Аппарат выглядит просто как новенький. Место, куда ложить пластинку, выглядит так, как будто здесь нет никакого покрытия. Что это за материал? Алюминиевый? Нет. Диски все, которые используются, они должны быть не магнитные. Потому что используются магнитные картриджи. Мы с тобой рассматривали это. ММ или МС. В любом случае, они не магниты. А, все-таки это покрытие? Это очень плотное, можешь попробовать на ощупь. Такая резина, очень плотная. Ну, когда она стояла на этом диске, у меня создало впечатление, что она металлическая. Вот так она сделана. Значит, это аппарат прямоприводного. Значит, мотор, Штингель находится на самом моторе. Мотор очень высокого качества. Это топовая линейка. Еще раз говорю, QL-Y5F называется этот. Это, в принципе, закат эпохи, как бы конец-концовка. И уже самое-самое-самое, что достигли винилостроители в проигрывателе. Диск, как ты понимаешь, массивный очень. Он чистый металл. Ну, это алюминиевый сплав. Он с серийным номером. Там у него куча отметок, что он проверен и калиброван. Дальше там ничего не увидишь. Все закрыто. Из того, что тебя сильно напугало любителя аудиофилового ручники, это фактически полный автомат. Как работает? Наработает все. Паркинг надо, как мы с тобой говорили, снять. То есть фиксатор убрать. Убрать. Дальше. Дальше любая виниловая пластинка. Первая какая. Stevie Wonder. Кстати, интересный альбом. Я как бы раньше Stevie Wonder относился и снял так себя тут. И еще послушать. Можно прижимать пластинку к лампам. На пасековых дисках, которые пасеком приводят, говорится. Не на всех это можно делать, потому что сам подшипник игольчатый, который он достаточно слабенький. Здесь на самом моторе стоит шпиндель. Ему все равно можно. Мы ставили до 600 грамм. Проблем никаких не будет. То есть кламп это штука, которая прижимает тело равномернее, стабильнее. Стабильнее, да. То есть он работает как маховик, соответственно. И некоторые, но это хорошая пластинка, толстая достаточно. Были серии голландских пластинок в 70-е годы у нас попадались. Они очень тонкие. Поэтому она такая. Он стоит под достаточно стабильным. То есть важно, чтобы еще и пластинка была толстая, чтобы она была более ровной. Но это зависит от производства пластинок. Какие, когда, какие выпускались. Но вот сейчас вообще 180 граммовый винил. Как стандарт. Есть 110 граммовый, есть 70, 80 граммовый. Они от производителя разные были. Но здесь что? Хорошо. К этому диску она и так садится достаточно плотно. Если ее прижать к лампам, то вообще монументально стоит. Это полный автомат. Но автомат очень высокого качества. Это не то, что некоторые там очень не любят автомат. Они там мешают. Это не механика, как мы смотрели в Илаке. Там действительно, но до биофитского далеко. А этот уже такого достаточно высокого класса. Какие у него функции? У него нету слежения треков. Потому что GVC выпускал предтоповый у него был. У нас он есть. Стоит в другой студии. Он еще лазерная головка слежения, которая отслеживает по дорожкам треки. Ты можешь задать номер трека. Поставить повтор. Поставить какой номер этого трека тебе надо отыграть. То есть можно выбрать свой плейлист, я так понимаю. Да. Программинка как такового, что сначала этот, а потом этот нет. Но можно выбрать вот пластинка, что допустим 2, 4, 5 допустим. 1, 3 пропускаем. Так можно задать. У этого такой функции нету. Но зато у него есть full автомат полный, есть повтор. Повтор если нажать, он будет его отыгрывать постоянно. То есть за этим надо следить. То есть при длительном прослушивании конечно не забыть, что повтор надо снять. Сейчас всего тебе надо две кнопки по сути. Включить. Включить сеть. Электричество. Да, это первое. Нет, 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 стоп. Стоп. Нет, 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 стоп. Сначала надо выбрать пластинку. Но так как мы никаких других не использовали, она 30 размер, 30 сантиметров она и стоит. Следующий выбрать скорость. Ну вот меняется скорость здесь. Да, 33. А у нас размер вот или миньон или большая пластинка. Зависит куда дойдет и глаз, какого трека. И все. Нажми одну кнопочку старт-стоп. Старт. Так, очень быстро сработал механизм. Тонарм прицеливается. Он уже пошел. Он уже опустился. Да, он быстро работает. Даже не было заметно, что тонарм опустился. Этот ход очень точный. И специальная градуированная шкала для отстраивания головы. Голова отстраивается особым образом. Это в принципе есть полно в ютюбе, как отстроить голову у проигрывателя. И даже про это не будем снимать. Что за крутилки у него? Видишь справа? Я вижу крутилки. Я вижу на тонарме какой-то прямоугольный ящик металлический. Они как-то связаны. Что это означает? Смотри, в этой топовой модели есть так называемый активный тонарм. Что это значит? У некоторых 70-х годов выпуска усилителя есть такой фильтр Subsonic. Никогда не задумывался, что это? Subsonic. Однажды у меня был усилитель Sony и там был Sub-фильтр, который фильтровал самые низкие частоты от 5 до 15 герц, которые создаются вот именно при вращении виниловой пластинки. Я ответил? Почти. Значит, действительно, это фильтр Sub-низких частот, который не в звуковом диапазоне. Но эти фильтры применяются только у автомобильных усилителей. Почему? Потому что когда ты в машине слушаешь музыку, у тебя дрожание самого кузова. Оно идет на инфра-низких частотах и бас возникают резонансные частоты со звуковой частотой и у тебя расплывчатый бас. У тебя нет полноценного баса. Поэтому фильтр Subsonic там есть специальный, который отстраивается, частота среза, где у него, на какой частоте происходит. Здесь вот именно, как ты сказал, стандартная частота от 5 до 15 герц, всю частоту он убирает. Тогда фильтр в усилке Subsonic уже больше не нужен. Убирает он активными катушками. Фактически работает как активная подвеска автомобиля. И чувствительность его здесь, на каких частотах, она регулируется. Ее можно, этот демпфирующий момент, его можно подрегулировать. Именно вот здесь, в тонарме, в этой коробке, стоят эти катушки, которые его тормозят. Это, конечно, очень здорово. Потому что однажды я видел, как басовые динамики акустики даже на небольшой громкости очень сильно двигаются именно из-за этих инфра-низких колебаний. Совершенно верно. И пока они двигаются на эти инфра-низкие колебания, они, конечно, не могут воспроизводить ту музыку, которую мы действительно слышим. Вроде колонка двигается, динамик шевелится, а звука никакого мы не слышим. Да? Именно так. Что у него еще, у этого проигрывателя? Ну, аудиофильское качество. Фактически работает, ну, руками ничего делать не надо. То, что ты боялся. Фактически можно подвигать вот вперед-назад. Двигается кнопками. Очень интересно ходит тонарм. Практически незаметно, как он поднимается. Видно это движение настолько миниатюрное, что я его даже глазом не вижу. Ну, два двигателя, соответственно, у него для тонарма собственный. Я вижу, что тонарм ходит вправо-влево, но я совершенно не замечаю движение вверх-вниз. Когда ты нажимаешь влево-вправо, он автоматически поднимает тонарм, и для того у тебя загорается лампочка, что он поднят, светодиодик здесь, и когда ты нашел нужный трек, его просто опускаешь, и он сразу садится. Так как ход тонарма очень низкий, маленький, никакой лавка, где пять пластинок можно, соответственно, он очень быстро отрабатывает эта вся система. Ну и разумеется, что если его, допустим, догнать до конца, и у тебя включена светодиод, загорелся повтор, он, когда дойдет до трека, отрабатывает остановку и пошел, поехал сначала. Очень интересно. Интересно, что аппарат работает бесшумно. Когда мы слушали ELAC, все время были слышны щелчки. Тонарм приподнимается, тонарм паркуется, тонарм доходит до конца, и все время щелк, 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 механизм работает. Этот аппарат работает абсолютно беззвучно, вообще невозможно слышать, как работает тонарм, как работает механизм. Это, наверное, именно свойство техники высокого уровня. Слушай, наверное, так есть, да. Чем выше класс, тем это все сделано достаточно качественно, и материалы используются, дополнительный двигатель, и ты ничего не слышишь. Руками, я еще раз говорю, ничего делать не надо. Repeat, кнопку повтора убираем, закончилась пластинка, автоматически останавливается, в любом месте можешь нажать кнопочку стоп, он его сейчас поставит на парковку, опустит, все. Все запарковано. Ребята, мы находимся в винтажной аудио сказке, мы в магазине ERA Hi-Fi в Риге на улице субзирного U9. Полностью все ты можешь посмотреть по ссылке ниже, там же ты можешь контактироваться и договориться по поводу любого аппарата. Здесь куча всего. Винил, кассетники, бобильники, усилители, колонки. Но у меня, когда я сюда захожу, просто разбегаются глаза. Георг, какие-то еще про аппарат интересные штуки расскажешь? Ну, снимем обязательно, но про этот, в принципе, тут больше что-то показывать особо нечего. Технические моменты я там брать не буду, они мало интересные, но или их можно найти, но если надо, будем целую тогда снимать передачу. Как и что. Огромное спасибо, Георг. Ребята, до новых встреч. Да. До свидания.